Что такое витамины? Это такой же необходимый компонент питания культуриста, как белки, углеводы и жиры. Сами по себе витамины не могут служить пластическим материалом для роста мышечных веток. Не являются они и носителем биологической энергии. Казалось бы, всего этого достаточно, чтобы культуристы поставили на витаминах крест по причине их полной бесполезности. Но нет же, витамины входят в состав любой белковой или углеводной смеси для атлетов силового профиля, причем на правах обязательного элемента. В чем тут дело? Вам знакома роль свечей с сжиганием двигателя современного автомобиля. Так вот, витамины для вашего организма это примерно то же самое. Без витаминов поглощаемые вами протеины и углеводы так и остались бы мертвым органическим сырьем. Витамины запускают и поддерживают важнейшие физиологические процессы в нашем организме. И прежде всего, белковый синтез и энергообмен, они поразительно активны. Работу наших органов обеспечивают тысячи доли грамма этих необыкновенных веществ. По мнению ученых, всем своим существованием человек обязан витаминам. Отсюда и название, происходящее от древнего вида, что означает жизнь. Все витамины делятся на две группы – растворимые в воде и жирорастворимые. Последние – А, Д, Е и К – накапливаются в жировых клетках организма. Это означает, что человеку нет нужды потреблять их с пищей ежедневно. Если вдруг образуется дефицит, он будет покрыт за счет имеющихся запасов. Как ни странно, именно это обстоятельство создает определенные сложности. Если вы питаетесь с продуктами, содержащими эти витамины регулярно, то возможно перенасыщение ими организма и последующая интоксикация с тяжелыми последствиями. Остальные витамины растворяются в воде. К ним относятся витамины группы В, фолиевая кислота, биотин и тому подобное. Способность этих биоактивных соединений растворяться в воде сыграла с человеком злую шутку. Все они практически не способны откладываться в жировых клетках впрок. И поэтому человек оказался рабом жесткой необходимости принимать их с пищей ежедневно. Если такой возможности нет, то он обречен. Подобно древним мореплавателям, многие из которых погибли в своих многомесячных плаваниях, не ведая, что пучок зелени был бы для них спасением. Из этого принципиального положения вытекают по меньшей мере три вопроса. Вызывают ли силовые упражнения повышенный расход витаминов организмам? Нажны ли культуристы дополнительно принимать витамины сверх рассчитанных медицинной норм? Приведет ли дополнительный прием витаминов к повышению роста мышечной массы? На все эти вопросы ответ один. Да. Перед вами список из десяти наиболее важных витаминов, которые по праву можно назвать суперзвездами. Бодибилдинг. Кабалабин. Витамин B12. Основное значение этого витамина для культуристов заключается в том, что он впрямую влияет на рост мышц, поскольку участвует в процессе белкового обмена, синтеза аминокислот. Вдобавок он активизирует энергообмен в организме. Пособность культуриста. Высокоинтенсивно требующий больших энергозатрат тренировкам. Огромная проблема связана с тем, что данный витамин хорошо усваивается лишь в своей природной форме. Таблетки и капсулы помогают мало. Однако сегодня в наш век консервативных и по долгу хранимых продуктов получить суточную норму витамина А вместе с пищей практически невозможно. Это связано с тем, что витамин А легко разрушается на воздухе под воздействием солнечных лучей и кислот. Вот потому для культуриста необходимо намеренное обогащение рациона продуктами с повышенным содержанием витамина А. Печенью, сливками, сыром, рыбьим жиром. Витамин Е. Повышенные дозы витамина Е широко используются в современном спорте, в периоды ударных тренировок. Это объясняется способностью витамина Е регулировать мышечную деятельность. Предотвращая утомление, одновременно витамин Е выступает важным регулятором белкового обмена в мышцах и влияет на нормальное функционирование половых желез. Те, в свою очередь, бесперебойно обеспечивают культуриста самым главным гормоном – тестостероном. Неоцин – витамин В3. Этот витамин принимает участие в 60-ти метаболических процессах, имеющих целью извлечения энергии. Если раньше считалось, что дополнительный прием неоцина для культуриста обязателен, то сегодня мнение изменилось. Оказывается, в случае острой нехватки неоцина, организм способен самостоятельно синтезировать его из аминокислоты под названием триптофан. Никотиновая кислота применялась профессионалами накануне выхода на подиум. Ударная доза препарата проявляет кровеносные сосуды, и потому участник соревнований выглядит более рельефным. Принимать неоцин в больших дозах от 50 до 100 мг во время предсоревновательного тренинга нельзя. Данный витамин лакирует и почти полностью прекращает сжигание подкожного жира. Витамин D. Благодаря этому витамину в организме происходит усвоение кальция и фосфора, двух микроэлементов, крайне необходимых для мышечного сокращения. Нехватка витамина D приводит к падению силы и силовой выносливости. Чтобы образоваться, витамин D может в организм самостоятельно, под действием на кожу солнечных лучей. Главным образом ультрафиолетового спектра. Вот поэтому умеренное пребывание на пляже оборачивается повышением физического тонуса, как показали исследования искусственное облучение штангистов ультрафиолетом в солярии, приводит к увеличению результатов на 4-5%. Тиамин, витамин B1. Данный витамин катастрофически важен для культуристов, поскольку от него всецело зависит углеводный обмен. Если в организме не хватает, съеденные углеводы не усваиваются. Более того, в организме накапливаются токсичные продукты промежуточного обмена углеводов, молочные и пировиноградные кислоты. Пиридоксин, витамин B6. Спортсмены испытывают повышенную потребность в пиридоксине, поскольку он участвует во всех процессах роста белковых тканей и, прежде всего, в мышцах. Лучшие источники витамина натуральные. К ним относятся пивные дрожжи, печень, творог, капуста, картофель, горох, гречка. Витамин С. Данный витамин – это король мышечной массы. Именно от витамина С зависит усвоение пищевого белка и дальнейший синдез новых белковых структур. В частности, в мышцах витамин С является сильнейшим стимулятором анаболизма мускулатуры. Тем не менее, принимать его культуристам следует осторожно. Данный витамин синтезируется организмом самостоятельно. Извыточный прием витамина С с пищей может блокировать собственную продукцию витамина. Примерно так, как это происходит с половыми гормонами при приеме искусственных гормонов. Понравилось видео – ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok